Константин Георгиевич Константин Георгиевич Два являются докторами клинической лабораторной диагностики биологами, и двое являются профессорами, и один кандидат наук – иммунологи, клинические иммунологи. И поэтому мы занимаемся теми самыми детьми, у которых есть, или, по крайней мере, у которых мы подозреваем наличие иммунодефицитных состояний. Иммунитет, как известно, это способность многоклеточных организмов поддерживать свою жизнедеятельность в очень агрессивном окружающем мире, полном вирусов, бактерий, белков и так далее, и так далее, и так далее. Немножко об истории. В X веке до н.э. в свитках из Китая обнаружены первые записи от того, что наследника Китайского престола пытались привить от оспы с помощью каких-то выделений из коров, переболевших оспой. И, в общем, что-то там домерное получалось. В 1868 году некто Луи Пастер впервые использовал слово «иммунитет». В 1950 году впервые в учебниках педиатрии американских появилось слово «иммунодефицит». Константин уже упомянул 1868 год как год, когда появились первые критерии проведения скрининга врожденных заболеваний, но также это, и плюс очень важно для меня как иммунолога то, что в 1968 году была проведена первая успешная трансплантация гемопоэтических столовых клеток, то есть костного мозга по-простому, а это тот самый метод лечения, который спасает детишек, родившихся с тяжелыми комбинированными иммунодефицитами. И другого варианта у них нет. Что произошло потом, чуть позже. Иммунодефицитов бывает очень-очень много разных, прям неимоверное количество, занимает даже общий список. И вот то, что вы видите, например, дефекты Т и Б клеточного звена, вот это вот такие названия больших-больших разделов, даже не глав, а именно разделов, какие бывают иммунодефициты. Т, Б, опосредованные, комбинированные и так далее, и так далее. Но несмотря на то, что 1950 года, когда появилось вообще слово иммунодефицит, этот термин в медицине появился, прошло уже 50, сколько, почти 50 лет, и мы очень много узнали разных новых иммунодефицитов. Мы расшифровали геном человека и можем поставить диагноз с помощью геномного секвенирования. У нас появилось множество лекарств, которым мы успешно лечим, мы научились делать трансплантацию, да, во-первых. У нас появились иммуноглобулины, которые мы можем переливать внутривенно, подкожно и так далее. У нас появилась куча антибиотиков и так далее. Но ничего не изменилось с 10 века до нашей эры, а именно обнаружение иммунодефицитов. Все так же мы полагаемся на участковых педиатров, которые с помощью банальных признаков, а именно так называемого часто болеющего ребенка, пытаемся понять, он болеет, этот ребенок, потому что ему так не повезло, у него, возможно, плохой уход, либо что-то, какие-то внешние причины, или у него врожденные генетические изменения, которые привели его к этому заболеванию. Есть поэтому у нас 12 признаков первичного иммунодефицита, которые, к сожалению, даже несмотря ни на что, не все далеко доктора знают, и поэтому количество часто болеющих детей у нас достигает 90%, и с каждым годом все растет и растет. Меня, как иммунолога, это очень напрягает. То есть появилось очень много, огромный пласт знаний, мы очень много знаем, мы очень много можем, мы практически все можем, но ничего не изменилось. Дети с иммунодефицитами умирают под марками других заболеваний, в то время как здоровые иммунологические дети идут под маркой иммунодефицитов. Собственно говоря, повторю то, что было сказано буквально 10 минут назад, а именно критерии включения заболеваний в неонатальный скрининг. На самом деле, тут я поспорю с предыдущим накладчиком, к сожалению, Россия, за исключением Екатеринбурга и Свердловской области, достаточно сильно отстает от Европы, и тем более от США. В США не 5 заболеваний основные, и затем на усмотрение Штатов, там больше 40 состояний в той или иной степени подвергаются проверке при рождении. Что же касается наших коллег из Екатеринбурга и Свердловской области, то 16 заболеваний скринируются в этом прекрасном городе и его окрестностях. Итак, заболеваемость минимум 1 на 100 тысяч живых новорожденных. Если мы говорим про первичные иммунодефициты, то только тяжелые комбинированные иммунодефициты, самые редкие заболевания из этого списка, встречаются по современным представлениям 1 на 50 тысяч. А если мы говорим о каких-либо малых дефектах иммунитета, то 1 на 1 тысячу. Не определяется физикальным осмотром. К сожалению, это так. И история родов ничего нам не дает. Дети от здоровых родителей, нормальная беременность, все выношенные, отличные по плану прошедшие роды, 8-9 по Абгар, первая же инфекция, и они заболевают. Заболевание приводит к серьезному снижению качества жизни или смерти. Если мы говорим о тяжелых комбинированных иммунодефицитах, то смерть от каких-либо тяжелых инфекционных заболеваний наступает в первые месяцы жизни. Если же мы говорим о других дефектах, менее летальных, то это может быть даже очень длинная жизнь, но с тем не менее очень сниженным ее качеством. Эти дети, а потом взрослые, постоянно ходят по врачам, никто не может им помочь, и уже всякие разные ужасные, в том числе вещи со стороны докторов, происходят исключительно от безысходности. Ранняя диагностика и лечение улучшают прогноз. Конечно, мы очень много можем. Если это тяжелые комбинированные иммунодефициты, мы можем их трансплантировать, не дожидаясь инфекционных осложнений. Если речь идет о малых дефектах, мы можем проводить заменные переливания иммуноглобулинов, избежать инвалидизации этих детей. Вообще эти дети, которым требуется иммуноглобулин, на этом иммуноглобулине живут абсолютно здоровыми. Все у них хорошо, что приводят к правовым коллизиям с этих детей, почему-то снимают инвалидность, лишают иммуноглобулина, и они начинают болеть. Они начинают болеть, им дают инвалидность, дают иммуноглобулин, они выздоравливают, и так замкнутый круг. Но, тем не менее, раннее назначение иммуноглобулинов, возможно, ранняя трансплантация в первый месяц жизни, делает из строчек в летальности, статистики летальности, либо инвалидов, висящих на шее государства, полноценных членов общества. Существует подтверждающий тест, являющийся золотым стандартом в диагностике. Конечно, у нас есть проточная цитометрия, с помощью которой мы можем сделать иммунный статус. У нас есть геномное секвенирование, с помощью которого мы можем поставить точный диагноз. Все это у нас есть, надо только заподозрить. И шестой пункт, точнее пятый. Есть возможность проведения чувствительного, специфичного и недорогого теста с использованием сухих пятен крови, то есть карт Гатри, которые применимы во всем мире. И это тот самый пункт, который, к сожалению, не давал до недавнего времени ему первичным, то есть врожденным иммунодефицитом, войти в список неонатального скрининга. Но в 1998 году случилось чудо, можно так сказать. И в журнале Nature Дэниэль Дуэк опубликовал свою статью об изменении функций ТИМУСа при лечении пациентов с ВИЧ-инфекцией. Что же конкретно, что касаемо иммунодефицитов, и в частности первичных, хотя речь шла о вторичном иммунодефиците, шла в этой статье. Он говорил о том, что при созревании Т-клеточного рецептора в ТИМУСе, то есть происходит вот такая вот красивая штука, вырезание куска ДНК, которое сворачивается вот в такое кольцо, которое называется T-cell receptor oxygen circle, то есть кольцо, вырезанное из рецептора Т-лимфоцитов, который свободно вплавает в цитоплазме. И чуть позже был найден схожий процесс в Б-лимфоците. И такое кольцо уже было названо креком. Вот так это происходит. Образуется по сути четыре кольца. Схематично это выглядит вот так. То есть это схематично, какой путь проходит стволовая клетка из костного мозга в кровь, в периферическую кровь, и дозревает через ТИМУС, либо другим способом, если речь идет о Б-лимфоците, и доходит до клетки, зрелой Т-либо Б-клетки, которая уже помогает нам выживать. Таким образом, можно утверждать, что треки и креки, то есть плавающие свободно в цитоплазме Т и Б, соответственно, лимфоциты, являются маркерами недавно мигрировавших на периферию Т и Б-лимфоцитов. Очень важно понимать, это не маркеры иммунодефицита, а маркеры зрелых клеток, вышедших на периферию, поскольку препятствием к созреванию клеток либо препятствием выхода зрелых клеток на периферию могут быть не обязательно первичные иммунодефициты. Иммунодефицит может быть опосредован другими заболеваниями, в том числе и множеством тех заболеваний, о которых сегодня было сказано. С помощью этого теста можно заподозрить не только иммунодефициты. Что касается, возвращаясь к нашему месту в мире, неонатального скрининга в мире, в данный момент 33 штата США, 18 из них в обязательном порядке, делают тест на количество зрелых Т-лимфоцитов в периферической крови новорожденных. Тем же самым путем в разной стадии идут Израиль, Сингапур, Япония, и Европа очень пристально следит, именно Великобритания, Германия, Франция очень пристально следят за тем, что происходит в мире. У нас ситуация несколько отличается от развитых европейских стран и США. Об этом, я думаю, мы подробнее поговорим во время круглого стола. Сейчас об этом, наверное, нет времени, это немножко не та тема. Нас интересуют не только Т-но и Б-лимфоциты. И, как я уже говорил, это треки-креки, маркеры не врожденных иммунодефицитов, а затруднения выхода зрелых Т- и Б-лимфоцитов на периферию. К чему может быть и тяжелые комбинированные иммунодефициты, и другие первичные иммунодефициты, и какие-либо вторичные состояния, и контроль пациентов с синдромом приобретенного иммунодефицита, контроль пострамплотационных пациентов, после, например, лейкемии, контроль терапии, прогноз общих вариабельных иммунодефицитов, прогноз жизни этих пациентов. Нами разработана была система. Не буду тратить на нее много времени. Много-много разной статистической, не очень интересной вам скучной информации. Но кому интересно, со всеми обязательно поделюсь после. И нам были разработаны нормы, в частности, уровня треков и креков периферической крови по возрастам. Количество треков падает с возрастом, поскольку происходит инволюция Тимуса. Количество креков неизменно по всей жизни. И, естественно, мы проверяли нашу методику на крови пациентов с уже известными нам, в том числе, и генетически подтвержденными иммунодефицитами. И вы видите, здесь иммунный статус и полное соответствие их фенотипа, их заболевания показаниям нашего анализа, то есть уровня треков и креков их периферической крови. Точно так же было сделано с пациентами с эксцепленной агамма-глобулиномией, а также пациентов с атаксией тилянгиоктазии, то есть синдромом Луи-Бара. Итак, выводы. Разработана тест-система на основе количественной ПЦР в режиме реального времени для скрининга первичных иммунодефицитов у детей. Вы видите ее чувствительность и ее специфичность. Мы смело замахиваемся на 100%. А также установлены нормы, границы нормы для этих детей. И этот анализ доказан на уже известных пациентах с уже известными заболеваниями. Вот так выглядит набор. Вполне стандартный набор для ПЦР-диагностики. И, что, наверное, важно нашим коллегам из разных лабораторий, вот этот список необходимого оборудования, в котором они не увидят ничего, чего бы уже не стояло в их лаборатории. Я думаю, так. И самое интересное, напоследок, экономическая выгода, о которой так много говорят. К сожалению, вот это вот... Не к сожалению, к счастью, появляются первые работы по фармакоэкономике, именно раннего выявления детей с первичными иммунодефицитами. Здесь очень сложно как-то экстраполировать данные западные на нас, поскольку непонятно, на самом деле, сколько детей с иммунодефицитами умирает под маркой других заболеваний. Однако американцы, которые являются сейчас флагманом именно в этой нозологии, говорят о том, что при раннем выявлении, которое можно добиться эффективно только с помощью неонатального скрининга, выживает два ребенка из трех вместо одного из трех без при позднем появлении. И, грубо говоря, лечение ребенка при раннем выявлении стоит 100 тысяч долларов, тогда как лечение ребенка при позднем выявлении стоит 450 тысяч долларов. И это не глядя на всякие разные осложнения и технические особенности одного и второго процессов. К сожалению, очень много цифр, которые представляют наши американские коллеги, вообще невозможно никак экстраполировать на нас, поскольку у американцев есть четко вычисленная, правильно или неправильно, другой вопрос, цена жизни, которая у них составляет семь с лишним миллионов долларов, от которой они отталкиваются и с помощью которой они вычисляют множество разных коэффициентов. У нас ничего похожего даже нет, по крайней мере, я не находил, поэтому как-то экстраполировать, сказать, насколько эффективнее, какой коэффициент эффективности невозможно. Благодарности в данной работе можно очень хочется вынести Европейскому сообществу первичных иммунодефицитов и его президенту, а также разным сотрудникам нашей больницы, а также наших дружественных учреждений. Спасибо. Спасибо.